Поаплодируем нашим героям! Рэдчер, нам нужна помощь! Не пари уступать! Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про игру Ratchet & Clank, Rift & Path, сквозь миры, по-русски. И немного затронем серию в целом. Игра вышла на ПК 26 июля 2023 года и является продолжением игры от 2016 года. Но давайте для начала немного предыстории. Мое знакомство с играми серии началось как раз с запуска первой части. В 2018 году я поиграл в Ratchet & Clank, это был перезапуск серии на тот момент. Причем поиграл я через подписку PS Plus. И уже после прохождения узнал, что на самом деле это был ремейк самой первой части от Insomniac Games. А первая часть, напомню, вышла в 2002 году. В 2016 же году игра вышла только на PS4 и была отличным 3D-платформером со сражениями, разнообразными локациями, мультяшными героями и не совсем серьезным сюжетом, на уровне пятого класса, уж извините меня за такое сравнение. Но в целом это ей не вредило абсолютно. И вот продолжение истории Ratchet & Clank вышло практически на старте PS5 в 2021 году. Требовало это приключение самого быстрого, самого мощного SSD в истории человечества. Поэтому оно вышло только на PS5. Но в июле текущего года приключение добралось и до ПК. Причем в минимальных требованиях. Там был даже жесткий диск, обычный жесткий диск. Но это прям в самых минимальных требованиях. Не знаю, ни пробовал, ни тестил. Я играл на SSD. Вообще изначально я ждал, пока консоль PS5 подешевеют в РФ. Это был 2021-2022 год. Не покупал Ratchet. Соответственно, где бы я его купил и на чем играл, непонятно. И вот я ждал и консоль, и Ratchet, чтобы двух зайцев одним выстрелом убить. Но в силу обстоятельств до июня текущего года я игру не покупал. Хоть у меня и появилась консоль в начале этого года. Мне ее просто банально подарили. И вообще на самом деле я забыл про Ratchet. И тут Sony делает всем ПК-боярам такой очень знатный подгон. По-другому я просто это не могу назвать. Во время летних июньских игровых выставок Sony неожиданно, нежданно, негаданно анонсирует Ratchet и Clank на ПК. А через полтора месяца его выпускают. Ну, не подгон ли это? И вот тут можно задать справедливый вопрос. А зачем вообще нужна консоль в этом случае? Ну, это, наверное, тема отдельного ролика. У меня есть довольно неплохой ПК. И теперь я могу поиграть в Ratchet на нем. Все благодаря Sony. Вообще, я в этом ролике, наверное, по большей части буду хвалить игру. Кроме сюжета. Он, как я уже сказал, в игре, ну, детский, откровенно. Здесь, судите сами, супер главный злодей, который просто воплощение зла. И он просто хочет делать всегда зло. Главные герои, конечно же, должны ему помешать в этом. Сильные защищают слабых. Главный антагонист хочет просто безграничной власти. Одно клише, другое, третье. Этих клише здесь просто вагон. Конечно, в какие-то моменты это все разбавляется каким-то юмором. Не совсем, на самом деле, смешным, с моей точки зрения. Но есть пару моментов, где ты там ухмыляешься. Такой, ну, в целом, вот этот момент, наверное, неплохой, да. Но не больше. В сюжете все исходы читаются. Все повороты виды невооруженным глазом. Но сюжет тут, на самом деле, просто приложение к доброй сказке. К вот этой вот цельной игре, которая не претендует на какие-то Оскар. Это дополнение. Сама же игра, она просто следует простым правилам. Пролог, какое-то развитие сюжета, кульминация и развязка. Важный момент во всей этой игре, это не история. Это геймплей и вот аудиовизуальная составляющая. Ну и, собственно, сама игра. Повторюсь, Ratchet & Clank является 3D приключением. И платформером, к тому же. Поэтому на уровнях у нас обязательно будут какие-то пространственные загадки, как нужно куда-то добраться, поиск секретов обязательно. В основном мы будем, конечно же, исследовать какие-то коридорные локации с небольшими ответвлениями на, опять-таки, те же самые секретики. Но иногда будут нам попадаться и просторные локации. И вот в этой части меня это, на самом деле, удивило. И, с одной стороны, порадовало, но этих локаций немного. Чтобы сразу вы не хватались за сердце и не говорили, господи, это же Ubisoft, опять какой-то гринд в этом мире. Нет, чего-то в стиле Ubisoft тут нету. Эти просторные локации, они довольно компактны. И нужны лишь для того, чтобы создать вот какой-то нужный антураж. Я не буду спойлерить, потому что, ну, сами понимаете, стараюсь как-то максимально избегать спойлеров. Вы вообще можете не тратить время на поиск каких-то доп-секретов. Порой нам и вовсе на блюдечке с голубой каемочкой подносят карту секретов. И ты можешь уже на своей карте посмотреть, где лежат все секретики. Их даже не надо искать. В основном секреты это кастомизация персонажа с определенными бонусами для наших главных героев. Там плюс 10 к атаке в ближнем бою, 5 защиты от местной фауны, от пиратов, которые населяют этот мир и так далее. Героев, к слову, у нас два. Рэчит у нас завсегдаты серии. А вот новенькая Ривит, она довольно прямолинейная особо. Я бы даже сказал, немного туповатенькая, такая, знаете, вот вижу цель, не вижу препятствий. Она тоже является ломбоксом, как и Рэчит. И на этом основные отличия в главных героях у нас заканчиваются. Даже в геймплейном плане. Это первый минус игры. В ней нет досконально продуманной механики игры за двух персонажей. Что за Рэчита, что за Ривит играется одинаково. Если в начале игры еще какие-то маленькие намеки есть на то, что как-то будет геймплей меняться, то потом ты понимаешь, что играешь-то, собственно, за одного и того же персонажа. Несмотря на то, что якобы у нас есть игра и за Рэчита, и за Ривит. Например, в начале Рэчиту дают реактивные ботинки, которые позволяют ему ускориться и очень быстро перемещаться как раз вот под тем просторным локациям. Но в следующей миссии ты наблюдаешь у Ривит тоже эти ботинки и такой, а зачем они ей? Как бы непонятно. Есть, конечно, у нас локации, где ты пользуешься определенными приспособлениями. Играешь только конкретно там за Ривит с использованием вот этих вот приспособлений. Но core какой-то геймплей, он не меняется. То есть у нас есть локации приспособленные как раз вот под эти вот гаджеты. Но эти гаджеты все равно сохраняются и у Рэчита, и у Ривит. Но вот в этом плане, наверное, разработчики просто-напросто не стали заморачиваться. Они просто приспособили какие-то уровни под определенные гаджеты. А приспособление выдали двум нашим главным героям. Это, возможно, мелочь для некоторых, но я выявил такой недостаток в этой игре. А вот где геймплей меняется, так это в двух, скажем так, мини-играх. За кланка, уже известного персонажа, и глючку. Я вот не помню, была ли она в первой части, вы меня простите, но если говорить про первую мини-игру, то это такое своеобразное интерпретирование водопроводчика, как в Биошок, например, помните, нет? Только за место воды нам нужно провести проекции кланка на абстрактом уровне до выхода. Уровни представляют собой пространственные головоломки, для решения которых необходимо будет использовать 4 сферы. Первая, легкости, тяжести, энергии и скорости. Все они отвечают, конечно же, за соответствующее воздействие на проекции или отдельно взятые платформы. Например, с помощью сферы тяжести мы можем опускать платформу, чтобы пропускать проекции дальше до выхода. Ну и все в таком духе, или наоборот, поднимать их в воздух, чтобы перепрыгивать какие-то препятствия. Вторая же мини-игра представляет собой отстрел монстров цифровым роботом, которого зовут Глючка. Ну это такой, скажем, антивирус. Это паукообразный робот, которым нужно уничтожить все вирусы. Будет несколько видов вирусов. Кокон, который производит вирусы просто в бесконечном количестве. Рядовые вирусы. И турель, которая будет нас пытаться уничтожить. Обычно на уровне нужно будет уничтожить энное количество этих самых коконов и турелей, и таким образом победить вирус. Вы спросите, а для чего вообще нужно побеждать эти вирусы, и как эта мини-игра связывается с основной игрой? Ответ на самом деле очень прост. Есть у нас терминалы доступа, которые заражены особым вирусом. Есть сюжетные терминалы, а есть какие-то терминалы, которые открывают доступ к секретным каким-то локациям, ну мини-локациям. И вот для разблокирования этого терминала у нас как раз есть эта мини-игра за Глючку. Игра же за кланка в основном понадобится в те моменты, когда нам нужно куда-то по сюжету продвинуться дальше или пройти. Эти уровни получились на самом деле очень интересными, и неплохо так разнообразили в целом весь геймплей. И тут мы подходим к главному. Разнообразие в игре связано не только с мини-играми. Перестрелки в игре, а их большая часть сделаны прекрасно. Пластеры стреляют какими-то зеленоватыми сгустками энергии. Ракеты летят к врагам, оставляя за собой какой-то оранжево-серый такой след дымный. Из энергетических пушек вырываются фиолетовый лазер. Все эффекты, особенно когда ты уничтожаешь врагов, когда рассыпаются болты по локациям, когда болты эти собираются и летят к тебе. Все они очень красиво выглядят, и вот с эффектами как раз в игре нет перебора. Как, например, недавние Farspoken или трейлеры игр, которые нам представляют на всяких разных летних выставках. Там же просто в игре глазные цвета, но... Жесть какая-то. Нет, здесь с эффектами в игре все очень круто, и все это красиво выглядит. Конечно же, стрельба в игре ощущается лучше благодаря DualSense. Я не стал играть на клава-мыши, на ПК подключал я геймпад от Sony, ну и вкушал все его приблуды, адаптивные курки, вибрацию, все это работает прямо вот из коробки на ПК. Мне хочется, не знаю, мне хочется поблагодарить Sony за то, что она вот какое-то такое внимание уделяет мелочам вроде бы, но это же на самом деле основной момент. Геймпад работает так же, как и он работал бы на PS5. Это прекрасно. В игре очень много видов оружия, на любой вкус и цвет, каждая имеет свою ветку прокачки. Причем стрельба из определенного вида оружия прокачивает его уровень. И благодаря вот этому мы можем его улучшать, улучшать его характеристики, иначе прокачка будет заблокирована. То есть, чем больше ты стреляешь из какого-то конкретного оружия, тем выше у него уровень, максимальный уровень пятый. На первом уровне вообще у нас доступно там умений 10. Они прокачивают какую-то маленькую толику всей эффективности оружия. Чем больше ты стреляешь, тем больше открывается вот это вот поле прокачки. По мере прохождения игры мы будем находить болты. Это местная валюта, за которую мы будем покупать оружие. И вот их лучше не тратить в начале, потому что пушки будут появляться постепенно, и какая-то лучшая пушка, которая вам понравится, она откроется далеко не сразу. Лучше подождать действительно интересных видов оружия, которые реально вам помогут на поле боя. Они откроются под конец игры. Поэтому не повторяйте моих ошибок, я купил пушки начальные, которыми не пользовался вообще. Поэтому лучше подождать подкопить болтов, чтобы потом вам вдруг не пришлось каким-то образом их фармить. А вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда вам нужно будет фармить болты для того, чтобы купить то оружие. Потому что оно действительно выглядит офигенно и круто, но вы не можете его купить, потому что все потратили в предыдущем уровне там на какую-то другую пушку, которой не пользуетесь. В легендах говорится об оружии, вместилище энергии столь мощной, что сфокусировав ее в луч, можно легко испепелить любого. И это оружие НЕГАДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР! Кроме болтов, у нас есть другая валюта, раритан, она как раз нужна для прокачки оружия. И вот его мне хватило с лихвой, потому что я не пользовался определенным видом оружия, которое зря купил. Соответственно, я его не прокачивал, и у меня оставался запас раритана, который я тратил уже на нужное мне оружие. Поэтому будьте, ну, бдительны и не тратьте все сразу добытые вами ресурсы на какое-то оружие. Завершая разговор про стрельбу, хотелось бы сказать, что стрелять в игре все так же приятно. Не знаю, улучшали ее разработчики или нет. В любом случае, это одна из главных особенностей, причем приятных в игре. Не только стрельба похорошела, но и графика. В игре потрясающий визуальный стиль. Это вам скажет любой человек, который запускал Ratchet & Clank на высоких или ультра настройках на ПК. Как минимум, игра на консоли выглядит не хуже. Не знаю, я не сравнивал графику, но на компьютере в высоких и ультра настройках игра просто потрясающая. Смотрятся пространственные разломы, далекие планеты, разрушенные космические станции. Все это смотрится очень насыщенно, со вкусом и в какие-то моменты даже завораживающе. Графика в игре реально мое уважение. Я играл на широкоформатном мониторе. Поддержку этого разрешения добавили как раз в версии на ПК, потому что Sony этим кичилась на своей презентации. И вот с 30-70 на борту в высоких-ультра настройках у меня под конец игры были лаги. К сожалению, на широкоформатное разрешение 30-70 не потянуло. В целом я прошел игру без каких-либо просадок FPS, прям жестких. Игра достойно себя чувствовала. Скорее всего, это проблема не игры, а моего железа. И чтобы играть в близком к 4К разрешении с ультра настройками, вам нужна как минимум, наверное, 40-60 Ti, может быть 70. Короче, карта нового поколения. Я же кое-где, подкрутив настройки, смог добиться FPS выше 60. Но в конце игры моя видеокарта сказала такая, я не могу это вывести. Было, правда, штуки 3-4 вылетов у меня за всю сессию. Но это, наверное, какие-то графические проблемы именно с моим железом связаны. Хотя, возможно, в игре есть еще какие-то баги, но с какими-то критическими я не столкнулся. По итогу, Ratchet & Clank я всем советую на ПК. Пройдя эту игру, понимаешь, почему не выпустили первую часть. Причем, если вы заядлый ПК-шник, то тратиться на покупку PS4 и PS5 вам, ну, естественно, не хочется, чтобы ознакомливаться с первой игрой. Но в этом просто нет смысла. Есть Rift & Pad. Это аналогичная игра, только масштабнее, краше и лучше. Я свои впечатления во время прохождения игры на самом деле описал в телеграм-канале, так что подписывайтесь. И вот в момент прохождения у меня закралась одна мысль, которая не покидала меня до конца игры. Но я же бы вроде играю в ту же самую игру, что и в 18-м, только на ПК. И кажется, для Rift & Pad это комплимент. Да, игра не является сиквелом с большой буквы, но она, во-первых, предлагает историю не хуже первой части, а также улучшенную графику с более красивыми пейзажами и геймплей, который стал прокаченнее и лучше. Ну, а во-вторых, она появилась на ПК. Поэтому, если вы не знаете, что такое Ratchet & Clank 2016 года, но хотели бы красивый экшн-платформер на ПК, то эта игра точно для вас. На этом же, дорогие друзья, у меня все. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали, ну и заходите в группу ВКонтакте, там делаются анонсы различные, арты постятся, в общем, там интересно. Ну и телеграм тоже не забывайте. С вами был Влад, хороших вам игр, друзья. Берегите себя и близких. Всем пока.